Первый скандал на Домской площади начался из-за надписи «Блины» на русском языке. Потом был еще один скандал из-за того, что на сцене выступил коллектив с народными песнями тоже на русском языке. В Европе живет несколько миллионов человек, для которых родным языком является русский. Они не россияне, они граждане Европейского Союза. И русский язык не является российским языком. Напомню, вот так выглядела надпись «Блины» на Домской площади. А вот так звучала народная песня на русском языке. Каждый большой язык в Европе связан и с чем-то хорошим, и с чем-то очень плохим. С одной стороны, люди, которые говорили на немецком, английском, французском, испанском, русском, китайском, арабском и других языках, совершали в разное время в истории человечества самые страшные преступления. И просто как люди, и от имени государств, режимов, королей, фюреров, вождей, веры. С другой стороны, люди, которые говорили на немецком, английском, французском, испанском, русском, китайском, арабском и других языках, совершали величайшие дела в истории человечества. Ни один из языков ни в Европе, ни в мире не является ни хорошим, ни плохим. Каждый из языков используют хорошие люди и плохие люди. Язык не может принадлежать какому-то одному государству, режиму, строю или вождю. На немецком языке говорят Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, на севере Италии, на французском – Франция, Бельгия, Пол-Африки, еще самые разные страны мира. На испанском, опять же Испании, и еще треть мира – китайский, арабский, английский языки. Люди, говорящие на одном и том же языке, могут жить в разных странах, с разными режимами, с разными ценностями, со значительными различиями в культуре и в отношении к истории, со всем разным видением будущего. То же самое касается русского языка. Он не принадлежит России. На нем говорят люди, которые живут в самых разных странах – и мира, и Европы. Абсолютное большинство русских, русскоязычных жителей Латвии – граждане. Они русскоязычные граждане Европейского Союза. Они такие же европейцы, как их соседи-латыши, или как немцы, поляки или греки. Они живут столетиями в Латвии, но они говорят на языке, который отличается от языка большинства. Так же, как шведы в Финляндии, немцы на севере Италии или венгры в Словакии. В этом суть Европы. Мы все разные, но мы все европейцы. И не бывает европейцев разного сорта. Латвийские власти совершили очень большую ошибку после того, как началась война. Надо было всеми силами с первого дня войны укреплять европейскую и латвийскую идентичность русскоязычных жителей Латвии. Подчеркивать, что они свои, а не чужие. И подчеркивать не только словами, но и делами. Надо было кинуть все силы на создание единой нации. А не дать полную свободу лангам и крикам про откровие скошену. Латыши и нелатыши, которые живут как один народ, равно любят и защищают свою родину, хоть и говорят на разных языках. Не ревную друг друга в этой любви к Латвии, кто родину любит больше, кто меньше, а кому не положено родину любить. Это главный залог нашей безопасности. Борьбой с блинами и народными песнями безопасность не укрепить. И благосостояние страны тоже не поднять. И единую нацию не создать. Субтитры создавал DimaTorzok